Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях генеральный директор акционерного общества ЛГЖТ. Я думаю, вы знаете, что это такой момент Кискинович-Азизов, с которым мы поговорим о самом главном, о тех бытовых проблемах, которые решаются успешно или, возможно, есть какие-то проблемы. Отчасти это зависит и от нас с вами, от тех, кто живет в городском округе Люберцы. В любом случае, я хотел бы начать вот с чего. 90 лет с момента основания вашего акционерного общества отмечается в этом году. Вот давайте прямо с этого начнем. Я же так понимаю, год-то юбилейный, подготовка уже началась. Во все. Как будет проходить все? Ну, здравствуйте всем. Да, этот год действительно для нас юбилейный. Понятно, я столько там не работаю, но почти половина, получается, работаю на этом предприятии. В 25-м году было построено 8 двухэтажных домов около заводов Томска, так называемого. И 6 лет они, наверное, сами эксплуатировали. К сожалению, таких данных у нас нет. А в 31-м году было создано жилищное управление или домоуправление, или как угодно можно назвать, ЖКО, ЖЭК. И с того момента идет история, так сказать, жилищного, в современном понимании управляешь компанией городского округа или города Люберца. И являясь мы правоприемниками все, что было создано в те далекие годы и все, что к нему, к созданному добавлялось, мы являемся правоприемниками данных предприятий. Да, про родителей. Поэтому мы будем отмечать 90 лет, это будет в сентябре 20-го. Но я надеюсь, с помощью нашей администрации, с помощью наших жителей, с помощью коллектива и наших добрых друзей, мы будем отмечать как положено, как все юбилеи отмечаются на уровне нашего города. Я думаю, что все будет интересно. Сегодня заранее я рассказывать ничего не буду, мы некоторые вещи держим в секрете. Ну, надеюсь, все, что будет, будет интересно. Я думаю, что для того, чтобы юбилей прошел еще лучше, хорошо, когда все заплатят по долгам, я имею в виду. Сейчас мы к этому вернемся. Это мечта всей жизни, да. Итак, первый самый вопрос, который напрашивается, вот мы видим, что в последние дни весна набирает обороты. Кажется, что все-таки уже, наверное, даже если все возможно, снегопад состоится, но снег сойдет, скорее всего, быстро. И тот, который уже такой снег, долго лежащий в наших дворах. Но, тем не менее, весна пришла, весне дорогу. Как вы оцениваете зимний период? Как вам работалось? Были ли какие-то сложности, особенности в этом сезоне? Вы знаете, этот сезон, как никогда, был для нас сложнейший. И в плане количества снега, вовсе мы являемся свидетелями, и в плане морозных дней, по количеству продолжительниц морозных дней. Естественно, это другое напряжение, другое отношение, другой ритм, другая графика работы. Ну, слава богу, мы все это выдержали. Ну, могу сегодня сказать, жители сами знают, что мы, понятны были, были и проблемы с уборкой снега во дворах, были проблемы с очисткой снега на кровлях, на крышах, так называемых. Но вот то, что во дворах все почувствовали, ну, мы все равно вышли, я считаю, достойно. Все-таки, поймите, у нас город очень зажатый, очень плотный, очень такой, ну, дом к дому. И, видите, плечами тремся. Да, да, тремся. Очень тяжело, конечно, с учетом тех автолюбителей, количества машин во дворах. Мы все-таки, я считаю, справились с достойно. Были жалобы. Были жалобы. Были, конечно. Они были, ну, на фоне того, что происходило, и относительно, вот, если у нас 885 домов, ну, в день, будем так говорить, 10, 3-15 жалоб. Я считаю, на фоне нашего количества жилья, это не так много. Но мы жалобы все отрабатывали, нормативные сроки и старались. Ну, наверное, каждый сезон жалобы приходят. Не, ну, вот, что касается жалобы, для нас ничего нового, они есть, ну, это же живой организм. Ну, если житель есть, если есть дом, есть хозяйство, значит, есть жалобы, а иначе как? Но жалобы, жалобы роза, они разные бывают, понимаете? Если некоторые жители относятся к пониманию, некоторые будут, да, сразу сделают, а снег идет, а мне до асфальта. Тут разные, это уже, как говорится, профессиональные вещи, и профессиональная этика мне не дают говорить все, что... Понимаю. Пискали, все, что говорили, все, что возбушали. Все надо наобьютировать. Ну, самое главное, я хочу поблагодарить, во-первых, жителей за понимание той ситуации, во-вторых, моих коллег, директор теплосети Маянов Денис Николаевич, директора водоканала Деника Петра Николаевича, за то понимание, поддержку. Они не только помогли в плане коммунальных услуг, они нам выделяли технику, то, что нужно для очистки снега. Я благодарен и администрации города, и главе нашего округа Владимиру Петровичу, потому что, понимаете, одно дело, ты работаешь и стараешься, а другое дело, создание вокруг этого нервозной обстановки, оно не дает никому нормального результата. С пониманием все отнеслись, где была поддержка, поддерживают, где была помощь, помогали, где нужно было ругать, ругали. Все в рамках, так сказать, приличной нашей работы. Да, такой вопрос. Прошлый год, вот ковидная-то ситуация, и по всей стране поползли слухи, без слуха в жизни не обходится, что вот резко сократилось число дворников по стране, потому что кто-то уехал, кто-то потерял работу, кто-то, ну, в общем, поменял работу и так далее. Возникает вопрос. И тут такой снегопад, и тут такие проблемы. Сколько работало людей, и как кого вы привлекали для уборки? Значит, я вам скажу честно, в прошлом году, если взять позапрошу уже, получается, до начала, у нас снегопада особо не было, а здесь, в пандемии с этими делами, количество людей 33-40% уменьшилось. Уменьшилось. Да, это статистические настройки еще больше. Конечно, она отразилась. Конечно, она почувствовала и наши жители, но мы вышли из этой ситуации, потому что мы, во-первых, сами работники, если в апреле на субботник выходим, красим, белим, чистим, тогда я принимал решение, что и сантехники, и электрики, и плотники, и аппарат управления. То есть все на уборку? Все должны были помогать. Определенные же места брали, где есть проблемы, и мы чистили совместно с нашими подрядными организациями. Поэтому всем миром, как говорится... То есть офис был пустой, можно сказать? Бывали дни, да, но раза три был пустой. Понятно, дежурных были люди. А так, я благодарны наши жители, многие, как никогда, у нас были дворы, которые житель видит, что человек старается, но не успевает. Вы же помните, выходили, мы во всех уже удержали специальное оборудование, ну, лопаты банальные, ломы, и некоторые жители нам помогали, я им тоже искренне благодарен, низкий поклон. Ну, мне кажется, что это, наверное, было бы нормально. Вот что-то нас... или погода нас отучила, да? Я помню времена, когда всем миром, что называется, убирали. Но сейчас как-то многие считают, что все должны убирать, кроме них. Особенно владельцы машин, да, когда это происходит. А мы возвращаемся к теме вот этой скученности. Вот такой вопрос. Жители шли на контакт, когда там надо машину убрать или еще что-то? Вот такие вещи. Вы знаете, я вот... Поймите, у меня работа связана с жителями. Я не могу говорить даже как есть. Но они разные. Некоторые, ну, даже, ну, господи. Ну, вот что вот, извините меня, вот довести до такого губернатора Путину, ведь не смогли выехать. Ну, ну, да, проблема. Ну, зачем вводить такой уровень, когда можно все решить? Есть. Мы разные. В основном мы с пониманием. Ну, жители же... Люди разные. Человеческий фактор. К сожалению, я вам честно скажу, учитывая, что у меня такой среднестатистический возраст, россиянина, люди становятся грубее, агрессивнее, хамоватее. Общество потребления, да, как у нас говорят? Ну, да, да. Хотя, ну, должен заметить, что, ну, в основном массе хорошие люди. Это есть какой-то процент. Ну, что делать? Потому что есть подъезды, где и цветы стоят, и даже кресла стоят, и можно даже посидеть где-то, и ковры есть, кстати. И ковры есть. И там такое отношение. В такой вопрос. Возвращаемся к теме людей. Все-таки работа сложная. Не все, во-первых, на такую работу готовы пойти сегодня. Не все, может быть, выдерживают. На сегодняшний день сколько работает человек в компании, и как происходит процесс в эти сложные времена? Ну, прежде чем я скажу, сколько человек, я скажу структуру, если позвольте себе буквально минуту. У нас 9 джеву, да, по всему городу. У нас 5 управлений, да, и аппарат управления. Всего около 500 человек. Если быть точнее, 475. Я уже говорил, было времена ей, две с лишним тысячи. Ну, многие вещи сегодня не идти. Много со временем оптимизировали. Многих сократили за ненадобностью. Ну, понятно. Сегодня век 21. Оптимизация, да. Конечно, век 21. Ну, зачем нам, допустим, считать на счетах, когда есть программа специальная. Даже вот сметчится программа. Раньше, может, было самому по книгам. Сегодня все это, слава богу, время позволяет. Ну, вы же знаете, понятие цифр никто не отменял. Может, дальше еще меньше будет. Но она не отражается на нашей работе. Наоборот, мы стараемся высвободить деньги, максимально отдать в виде ремонтов для жителей, в виде каких-то развития производства, в виде каких-то премиальных фондов для сотрудников. У нас, я уже сто раз говорил, допустим, если я работаю 36 лет, многие со мной работают 20 более лет, процентов 70 коллектива. Ну, уникальные люди, поэтому их надо поддержать. И невозможно уже расстаться. Да, даже поддержать их надо не просто доброе слово тоже всем надо, но иногда и какими-то материальными благами. Хорошо. Давайте мы сейчас скоро сделаем небольшую паузу. Один только вопрос. То есть, вот забавно, да, человеческий фактор. С одной стороны, те люди, которые работают над тем, чтобы людям было хорошо. С другой стороны, люди не всегда ощущают, да, что работа ведется. И вот эти жалобы иногда, которые к вам приходят, наверное, они совсем, ну, скажем так, своевременные, потому что не все в курсе, что происходит, да, не все в курсе, что, вот как на ней по-разному сейчас сообщают в разных городах, какая задолженность в доме или в подъезде, или по подъезду. Теперь у нас уже иногда где-то делают списки, сколько задолженность. То есть, для того, чтобы оптимизировать работу, надо еще и оптимизировать работу самих вот этих коллективов, да, которые живут в своих домах, они должны понимать, что дом-то их, все, что там находится, это их. Согласен. Понимаете, вот опять-таки, вы говорили, ковры, цветы, дом-дом розенок, все зависит от собственника. У нас, психология нашего собственника, я открыл дверь, зашел, вот это собственник. А общедолевое, собственность, то, что лестничная клетка, перила, ламп, это уже не, это все ваши, уважаемые жители. У ЛГРЖТ, кроме ручки, помещение свое, где он офис, другого там нету, это все ваши. И к нему надо относиться, конечно, как к собственности своей. Потому что, это ваш ареал, ваше проживание. Хорошо, сделаем сейчас небольшую паузу, напомню, что эта программа «Открытый диалог». Мамед Кискинович Азизов у нас в гостях, и чуть позже мы продолжим. Напомню вам, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Мамед Кискинович Азизов, ЛГРЖТ, Люберецкий городской жилищный трест. Правильно я выражу, да? Слово «трест» всегда что-то такое глобальное, монолитное. Мы поговорили вначале о том, как прошел зимний период, поговорили о человеческом факторе, в том числе и о самих участниках процесса с двух сторон. И те, кто живет, и те, кто старается сделать так, чтобы жизнь была краше, интереснее и удобнее. Наверное, это важно. Помимо всего прочего, конечно же, жизнь не стоит на месте, происходят какие-то изменения. Что в этом году, что-то меняется в жилищно-коммунальной сфере? Есть какие-то новые постулаты, требования? Нет, ну, в принципе, все нормативные документы у нас те же самые. Ну, вы знаете, последнее решение губернатора пока пение не начисляет, опять... Можно пока расслабиться, да. Но оно было потом, ввели, ну, это из плохого, что может быть? Ну, с 1 июля, вы знаете, повышение тарифов, не знаю, наш тариф поднимется, нет, вода, тепло, газ, электричное, наверное, поднимется, не знаю. Это на общефедеральном уровне? Ну, это федеральный закон. А то есть пока цифры не понятны, известно? Нет, этим же занимается комитет, да, это был. По мне, лишь бы было легче нашему народу, чтобы, когда им хорошо, им легче, и нам всем хорошо. Давайте так, первое, пеня пока не начисляется, но долги копить все равно не надо. Нельзя, ни в коем случае. Потому что всю жизнь не будет так происходить. Вы знаете, вот я вам честно скажу, вот пишут, да, обращаются, я говорю, ну, в вашем доме долг в миллион, вот как быть мне? Это не я, это не мой. Ну, вот хорошо, вот. Это сосед. Да, это сосед. И таких соседей набираются на миллионы. На миллион. Сейчас скажу вам две цифры, я уже говорил. Ну, да, к моему сожалению, беда, наверное, всеобщая. Допустим, теплости, водоканал, если вместе, я трезь должен 300 миллионов. Большая цифра. Но это как месячное начисление, у нас как раз 300 миллионов. Ну, простите, жители должны почти 900 с лишним, под миллиард. Поэтому тут уж как вести хозяйство сложновато, я уже сколько раз говорил. И есть решение судебных органов, очень тяжело их взыскать. Есть много всего интереса мы делаем, и списки, кто-то обижается, зачем вы мне повесили, ну и что, что я должен, ну, простите, ну как? Ну, то есть разными психологическими. Ну, правильно я понимаю, что и судебные органы, если так будет продолжаться, будет увеличиваться, да, количество должников, то просто судебные органы начнут более активно работать? Нет, там судебные органы, в принципе, они справляются, я никаких мировых судей, спасибо им большое. Но есть еще понятие судебного пристава. Вот, я вам скажу одну вещь, что, к сожалению, я понимаю государственную политику, взыскание ЖКХ, мы же судебные органы передаем им, взыскание долги ЖКХ, это последнее в их списке взыскываемых денег. Понятно, налоги там, алименты, зарплата, наверное, а мы по ЖКХ последнее, понятно, когда последнее такое. Да, дойдет, подойдет. Да, так и, когда стоишь в очереди, оно всегда, тем более последнее. Можно, да, не дождаться. Можно не дождаться. Вопрос в этом же направлении, но ведь был мораторий, и многие, наверное, как-то из этого моратория выйти не могут, да, психологически. Кажется, что, наверное, оно будет продолжаться еще долго, а может, некоторые даже не знают, что надо бы платить. Да, поймите правильно, вот, я считаю, это вот человеческая натура. Бабушка меньше информированная, дедушка тоже ветеран, они все знают, все платят. Вот те, которые сдают, те, у которых много квартир, те, у которых трендовые, креативные, какие угодно, вот они не платят. Удивительно, я вот сколько живу, сколько работаю, столько возбушаясь, но бабушки не такие информированные, они же не ходят в соцсети. Этих, они не разбираются, они платят. Это всегда было, да, в саше поколение. Личные кабинеты, там, все условия, муж сидя в машине, в метро ездил, находятся, заплати. Нет, все помнят, а это забывают. Вот еще такой вопрос, он не совсем может быть вашей компетенцией, но просто как у эксперта спрошу. Вот вы говорите, с 1 июля возможно повышение тарифов. Существует какая-то обратная связь между городами, регионами, что вот если, например, какой-то регион стал меньше платить, то есть люди стали меньше платить за жилье, и как же тогда будут повышаться тарифы? То есть будет рассматриваться вопрос, потому что если повысится тарифы, тогда вообще с долгами трудно будет? Нет, ну оно не настолько поднимается. Или это гибкая система? Нет, нет, нет такого вот системности нет. Здесь есть комитет по ценам тарифа Московской области. Она там анализирует, мониторит, и увеличение там до 5%, поэтому оно, ну и нас инфляция, вы сами знаете, какая-то, да, тем улица этой пандемии, я не знаю, в этом году, но оно ежегодное. Вот я вам назову одну вещь, смотрите, мы же все работаем с материалами, я вам расскажу, на 75% подорожало металл. Я не знаю, какой тариф сейчас. Вот краска подорожала на 30%, весна, мне сейчас красит. И еще бензин сейчас у нас должен подорожать. Бензин, и что? Поэтому мы, вот эти, там инфляция, я не знаю, общероссийская, 5%, с учетом того, что я сказал, мы попадаем не на хорошую сумму. А то, что касается, ну, у каждого региона свое отношение к этому, капремонт, свой тариф, оплата жилья по воде. Ну и тем более, что еще раз напомню, пока вот пение на долги в системе моратория, да, как она сейчас модно говорит. Скажу вам честно, раньше, говорю, любятся самые высокие, ничего подобного. Учитывая, мы все-таки город около МКАД, мы же нигде-нибудь там, извиняюсь, на границе Калужской области. Дело в том, что у нас сегодня, ну, первый пятнадцать, ну, не в первый пятерки мы даже ходим, по нашему тарифу, по объему, поэтому в середине. То есть, как говорят в таких случаях, тариф гибкий. Гибкий, да. Санитарные требования, я так понимаю, что какое-то ужесточение, да, по санитарным требованиям помещений вот этого общего пользования, да, существует такая история? Ну, знаете, во-первых, я скажу, с марта, вы знаете, мы ежедневно занимаемся дезинфекцией всех подъездов, и я вам в прошлый раз говорил и скажу, что нам возмещение сделают процентов десять от всего, что мы за этот год потратили. Десять процентов. Это так, на всякий случай. Некоторые жители нам задают иногда вопрос правильный, ну, куда наши деньги деваются? Ну, один из пунктов вот такой у нас, да. А это вас как бы обязали сейчас делать, да? Ну, да, 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 без дополнительного, так сказать, финансирования здесь. Я понимаю, и деньги, если они уменьшаются у жителей у нас, значит, в бюджете всех уровней, везде одна проблема, пандемия много стояла. Что касается, тут было какое-то интересное, что СанПин меняется, ежедневная уборка подъезда, ежедневная, да, если другого. Под подпись там. Мы там подсчитали увеличение в разы, а за чей счет банкет? Слава богу, какая-то умная голова эта, извините, информацию Дезу пустила, вторая умная голова убрала, что этого не будет. Мы когда, я когда первый раз это услышал, ну, в официальных источниках, прочитал, я говорю, господи, о чем они думают? А как, вот что, вот сейчас, вот так людей не хватает, да, по той части, мы только говорили. И, слава богу, говорят, отменили. Хотя, почему с 1 марта, почему не с 1 июля, когда тарифы, что случилось? Ну, бывает, у нас бывает, что одна голова не знает, что делать, другая голова. Следующий такой вопрос. Вот у меня в августе приходит время, счетчик по горячей воде нужно проверять. Я помню, по холодному счетчику была целая проблема, ну, в том доме, где я живу, где найти, кто его должен проверить. Потом это так все сложно, не попасть, значит, на какую-то мошенническую схему и так далее. Сейчас говорят, что провести эту проверку очень непросто, в какие-то очереди сумасшедшие существуют, и вроде бы цены выросли. Нет, поймите, это рынок. Так. Я, вот как управляешь компанией, у меня даже лицензии нету на поверку, на установку. То есть я сам должен найти? Сам должен, это рынок. Если я вам буду навязывать, это фас. Если я вам просто буду рекомендовать, ну, пожалуйста, скажем, в ЖУ есть список организаций, которые проверены годами. При ЛГЖТ они работают. Чтобы на мошенников хотя бы не попасть. Да, да, мошеннику, к сожалению, очень много разных и по электроэнергии счетчиков. Поэтому я тут как бы могу быть наблюдателем по законодательству. Но чтобы не попасть на мошенников, пожалуйста, приходи в соответствии с ЖУ. Они вам рекомендуют, что у нас, при нас работает, кто. Проверенные ваши. А что касается, вот мы, вот сейчас очень много жалоб по этой части, два слоя есть по зоне. Почему? Потому что у нас не сходятся цифры с Люберецким водоканалом. Банально. Если я собираю, допустим, 45-46 миллионов в месяц, водоканал мне выставляет 50 на 51. И где эта разница? Это разница у всех наших кулибинных. Все наши магниты, иголки. И мы проверяем жестко. И доначисляем. И понять недовольно. Я не видел. Вы знаете, по законодательству, собственник отвечает за состояние счетчика, пломба, внешний вид. Ну, это логично, да. Извините, я же не могу это удалить. Вы каждый месяц снимаете показания? Ну, посмотрите. Поэтому мы индивидуально подходим, идем навстречу, рассказываем, показываем. Поэтому, уважаемые жители, пожалуйста, повнимательнее, это ваши деньги, повнимательнее, там, 10-кратный штраф. За все эти месяцы, со дня, там, целая процедура для начисления. Бывает и 100 тысяч, да, начисляем. Бывает и 10. Будьте внимательны, приходите, говорите, расскажите, что происходит, чтобы мы вовремя исправить. Сегодня же пойду проверять пломбу. Пожалуйста, чтобы потом не было. Потому что потом не пришло, да. Следующий вопрос. Переходим. Жители, это святое. Опять же, человеческий фактор. И я так понимаю, что очный прием вернулся. То есть, у вас происходит встреча, да? Да, обязательно. Как происходит, и может быть, кто-то захочет к вам прийти, как он это может сделать? Любой телефон, и все знают наши, с понедельник, с 15.00 и до последнего посетителя. Можем без записи приходить, можно с записью. Почему с записью? Потому что мы до понедельника, соответственно, служим, мы уже вопрос, может, решим. Ну да. А чем человек идти оттуда, ему главное или ей главное, чтобы вопрос решили. Мы этим занимаемся. Но вот прошлый прием, я скажу, я уже третий провожу. Я, честно говоря, я понимаю время. Вы же, наверное, частично еще и как депутат там принимаете. Да, конечно. И здесь принимают рейсы, в Единой России, в нашей партии. Дело в том, что я противник этих онлайн всяких. Человек должен вот так вот, оно мне ближе, по моему мировоззрению. Но онлайн же вы все равно не отключили? Я не отключал, но оно как-то вот, ну не мое, будем так говорить. И жители тоже, кто к нам приходит, тоже довольны, что я возобновляю. Ну и многим жителям, кажется, если я приду лично, ему скажу. Да, глаза в глаза. Глаза в глаза, то получил ответ. Хорошо. То есть работает точная система и работаешь с онлайн-системой. Да, каждый понедельник с 15.00. Каждый понедельник с 15.00. А онлайн, в принципе, можно записаться, обратиться. В любое время. В любое время. Хорошо. Возвращаясь уже к теме 90-летия, понятно, что вы пока не раскрываете все тайны. Во-первых, мы приглашаем вас в районе 90-летия прийти в гости, может быть, с кем-то придете, чтобы мы... Почему? Потому что это действительно то, что все время с нами, это же наши дома, это наша жизнь, да. И хочется пожелать всем вам, вашим коллегам, подготовиться к встрече юбилея, чтобы не произошло, не приди, Господи, каких-то аварий. Спасибо. Чтобы побыстрее сошел снег, наступило лето. Ну и когда начинает готовиться к зимнему сезону? Уже в апреле. Уже пошло? Да, да. Параллели с спутником начинаем. Как говорит наш глава Владимир Петрович, ну, этот процесс вечный, круглогодичный. То есть, до свидания зима, здравствуй зима, да? Здравствуй зима. Спасибо огромное. Спасибо вам. Мамед Кискинович Азизов, генеральный директор Люберевского городского жилищного треста, который в этом году отмечает трест целых 90 лет. Это дата. Это была программа «Открытый диалог». Платите вовремя, не копите долги, потому что рано или поздно их придется отдавать. И помните, что мошенников, к сожалению, по-прежнему много. Всегда обратитесь, узнайте, сто раз переспросите. И таким образом вы и деньги сэкономите, и все будут довольны. Программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин